Уважаемый Петр Владимирович, продолжение той же темы. Отжатие домов из ДЭЗа в жилых спектр. Подделываются документы, подделываются подписи. И мы, заставляет нас, пенсионеров, идти в суд, подавать, в суду доказывать свою правоту. Я думаю, это нехорошо. Помогите, пожалуйста, разобраться. Потому что у нас поселок как в шоке есть. Микро-район. Да, наш микро-район подредственный. Пожалуйста, с удовольствием. Вместе с Олесяей Баловичем Гошку. Мы с вами ожидаем еще вместе. И еще такой вопрос. Химдор практически не работает. Дороги не чищены. И вот в вашем отчете, я посмотрела, про школу, про микро-район Подресского, ничего не сказано. Весь микро-район застроен полностью. Школа не одной. Семь лет говорится о пристройке. А вовсе на гитар. Даже если это будет пристройка, она не покроет это все. Много сменка, учеба нашим школе помогит нам, пожалуйста, построить школу. Хорошо. Давайте по порядку. Значит, касаемо уборки территории. Давайте я сразу тогда еще раз этот вопрос помену. Действительно, есть проблемы. Я не говорю о том, что мы все убрали, у нас все в идеальном состоянии. Я не буду сравнивать Химки с какими-то другими районами и городами. Ни в коем случае. Но очень важно. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на мои слова и на вас слышали. Когда был снегопад, значит, мы были готовы. Вся администрация была на месте. Значит, нам помогала Академия МЧС. Нам помогли строители, строя комплексы, за что им отдельная благодарность. Дали нам более 50 единиц техники для вывода смены. Я также находился сам на месте. И мы в первую очередь убрали дороги, центральные артерии, подъезды больницам, поликлиникам, школы, детские сады и дороги общего пользования и места общего пользования. Для того, чтобы, если вдруг случится пожар, а он, как вы знаете, был и не ездил. Если вдруг кто-то заболеет или что-то случилось, и сейчас человек не смог на скорой помощи проехать в больницу. То есть вот эти вопросы волновали нас в первую очередь. И, конечно, стали срабатывать дворы. Это действительно так. Сегодня из 524 дворов у нас не убрано, а около 50 дворов. Все эти дворы я знаю, кто если должен убрать и как. И мы идем, ну, можно сказать, медленный ток. Я сейчас об этом говорю, потому что это так и есть. Да, мы признаем отношения. Но я хочу обратить также ваше внимание, уважаемые жители, на то, что выпала месячная норма. И у нас есть точные техники, и 600 человек выбирают. Их не может стать 300 или 400, или людей несколько тысяч. Поэтому мы не можем убрать за 2-3 дня, или за неделю, или даже за 10 дней. Мы сейчас вывозим снег. То есть сейчас наберется на вывоз снега с территории. Более 60 тысяч кубов снега мы вывезли с 5 февраля текущего года. Поэтому я вас просто прошу, по-человечески, потерпите, пожалуйста, еще одну неделю. Мы в течение этой тренировки 50 дворов, детские прощадки освободим от снега. И я этим занимаюсь лично. Я хочу, знаю, какие люди любят, и какие. Спасибо. Школу в Подресково. Что касается школы в Подресково, сейчас у нас формируется проектирование. Школы в Подресково. Мы там будем строиться, мы об этом уже говорили. Но я не могу одновременно построить везде школы. Школы нужны на левом берегу. Не только в Подресково. Школы очень нужны в спотне. Школы нужны в Симкинском округе. Поэтому потихоньку, плавномерно, то, что можно было сделать для Подресково, это за 250 миллионов рублей огромный парк по регионам строя. Была возможность, мы сразу же на это среагировали. Сейчас мы понимаем так же, что мы нуждаемся в строительстве социальных объектов. Эта работа запланирована, но она не может быть 7 минутной. Поэтому дайте нам, пожалуйста, время. Мы обеспечим по нормам градостроительного проектирования полостью города. Спасибо. Следующий вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...